Сегодня на уроке мы с вами поговорим о магнитном поле и его свойствах. В качестве эпиграфа к нашему уроку возьмем слова Джеймса Клерка Максвелла. Исследования ампера принадлежат к числу самых блестящих работ, которые проведены когда-либо в науке. Но прежде чем приступить к изучению нового материала, давайте вспомним, что такое магнит и какими свойствами он обладает. Магнитные явления известны людям с глубокой древности. Еще древние греки знали, что существует особый минерал, способный притягивать железные предметы. Это был один из минералов железной руды, который сейчас известен как магнетит. Его залежи находились возле города Магнесии на севере Турции. Слово магнит в переводе с греческого означает камень из магнесии. Впервые свойства магнитных материалов использовали в Китае. Именно там в III веке до н.э. был сконструирован первый компас, и только к XII веку он стал известен в Европе. А первой крупной работой, посвященной исследованию магнитных явлений, является книга Вильяма Гильберта о магните, вышедшая в 1600 году. Известные с древних времен явления притяжения разноименных и отталкивания одноименных полюсов магнита напоминают явления взаимодействия разноименных и одноименных электрических зарядов. Мы с вами уже знаем, что между неподвижными электрическими зарядами действуют силы, определяемые законом Кулона. Согласно теории близкодействия, это взаимодействие осуществляется так. Каждый из зарядов создает электрическое поле, которое действует на другой заряд. Однако долгое время оставался неразрешимым вопрос о том, могут ли между электрическими зарядами существовать силы иной природы. Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим опыт, проведенный французским физиком Андре-Мари Ампером в 1820 году. Ампер взял два гибких провода и укрепил их вертикально. А затем присоединил нижние концы проводов к полюсам источника тока. При таком подключении с проводниками не обнаруживалось никаких изменений. Проводники заряжались от источника тока, но заряды проводников при разности потенциалов между ними в несколько вольт ничтожно малы. Поэтому кулоновские силы никак не проявляются. Затем Ампер замкнул другие концы проводников небольшой проволочкой, так чтобы в проводниках возникли токи противоположного направления. Оказалось, что при таком подключении проводники начинают отталкиваться друг от друга. Если же поменять направление токов так, чтобы они текли в одном направлении, то проводники начинали притягиваться друг к другу. Это взаимодействие не может быть вызвано электростатическим полем по следующим причинам. Во-первых, при размыкании цепи взаимодействие проводников прекращается, хотя заряды на проводниках и их электростатические поля остаются. Во-вторых, одноименные заряды, электроны в проводнике, всегда только отталкиваются. В том же 1820 году Ханс-Кристиан Эрстет провел свою серию опытов. Он располагал проводник над магнитной стрелкой или под ней, параллельной ее оси. При пропускании тока по проводнику стрелка начинала отклоняться от своего первоначального положения. При размыкании цепи стрелка возвращалась в свое первоначальное положение. Этот опыт наглядно показывает, что в пространстве, окружающем проводник с током, действуют силы, вызывающие поворот магнитной стрелки, то есть силы, подобные тем, которые действуют на нее вблизи постоянных магнитов. Поэтому взаимодействие между проводниками с током, то есть взаимодействие между направленно движущимися электрическими зарядами, называют магнитными. Силы же, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами. Действие магнитных сил было обнаружено в пространстве и вокруг отдельно движущихся заряженных частиц. Так русский и советский физик Абрам Федорович Иоффе в 1911 году наблюдал отклонение магнитных стрелок, расположенных вблизи пучка движущихся электронов. Схема его опыта довольно проста. Над и под трубкой, через которую пропускался поток электронов, находились две одинаковые, но противоположно направленные магнитные стрелки, укрепленные на общем кольце, подвешенном на упругой нити. При прохождении в трубке потока электронов магнитные стрелки поворачивались. Таким образом, многочисленные опыты привели ученых к выводу, что вокруг любого проводника с током, то есть вокруг движущихся электрических зарядов, существует магнитное поле. Магнитное поле — это особый вид материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами. Магнитное поле можно обнаружить и исследовать с помощью железных опилок, магнитной стрелки, а также небольшого контура или рамки с током. Причем собственное магнитное поле контура должно быть слабым по сравнению с исследуемым. Проводники, проводящие ток контуру, должны быть расположены вблизи друг друга или сплетены между собой. Тогда их магнитные поля взаимно компенсируются. Ориентация такого контура характеризуется направлением нормали к контуру. В качестве положительного направления нормали принимается направление, которое связано с током правилом правого винта или правилом буравчика. Если головку винта поворачивать по направлению тока в контуре, то поступательное движение острия винта указывает направление положительной нормали. Опыт показывает, что если мы подвесим такой контур на гибких проводниках в магнитном поле, то он повернется и установится определенным образом. Таким образом, магнитное поле оказывает на контур с током ориентирующее действие. При этом положительная нормаль будет направлена к плоскости контура вдоль продольной оси магнитной стрелки, помещенной в ту же точку магнитного поля. Поэтому за направление магнитного поля принимают направление от южного полюса к северному по оси, свободно установившейся в магнитном поле стрелки. А теперь давайте вспомним и повторим главное, что мы узнали на сегодняшнем уроке. Вокруг движущихся электрических зарядов существует магнитное поле. Магнитное поле — это особый вид материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами. Магнитное поле порождается электрическим током и обнаруживается по действию на электрический ток. Субтитры создавал DimaTorzok